привет привет всем привет сегодня мы тут с моим фонарем решили начать отвечать на ваши вопросы из инстаграма под фотографии где я просила вас задать мне вопрос хочу сказать что если у вас дополнительный есть какой-то вопрос запрос пишите пожалуйста на мою почту ксения телеве штрудель джима . ком с пометкой где как называется тема письма напишите вопрос или запрос что-то в вроде чтобы я могла просто сконцентрировано иметь в одном месте потому что иначе очень большой поток идет информация могу что-то упустить так давайте начнем доброе время суток привет привет тени с удовольствием слежу за вашими видео спасибо большое очень нравится ваш посыл и жизненный настрой спасибо большое спасибо вам за вдохновение которое вы дарите вам спасибо так но особенно любимая моя часть это гардероб интересно интересно подглядывать вот глядывать кое какое еще интересное сочетание вы для себя открыли чтобы каким-то образом внедрить это и в свою рутину я медленно читаю потому что русский язык вы знаете у меня немножечко в плане чтения и вопрос будет на тему девочек черпаете вдохновение даже в глобальном смысле где под заряжаетесь если у вас любимые блогеры чей стиль в одежде близок у кого так у кого также можете подглядеть что-то заранее спасибо за ответ творческих успехов хорошего настроения по скриптам наряд из видео машине машине в рубашке большую клетку правом по коме за такая рубашка спасибо большое давайте начнем про вдохновение вы знаете у меня был период когда мне реально надо было какие-то идеи вдохновения куда я его черпала с разных модных сайтов типа я очень любила как он назывался fashion fix там просто разные люди вешают свои наряды без всяких объяснений все просто куча разных картинок которые ты можешь как-то себе сохранить и что-то такое вот подписываться к разным ну это типа как мини такой микроблог где ты можешь вешать картинки люди могут тебе писать комментарий причем со всего мира что мне было очень важно что со всего мира есть аппликация могла очень быстро там смотреть и вот оттуда бесспорно я просто просматривала тонны разных фотографий в день просто с телефона листала потом я несколько лет выписывала каждый день каждый день каждый месяц журнал бог читала что там пишут смотрела просто знаете пыталась понять как эта система работает и все когда я набралась определенного опыта в плане даже не то что в плане как вдохновиться в плане того как с чего вообще начать и откуда ноги растут и какие стили есть и как бы вот а потому что когда-то день один день просыпаешься тебе хочется многое всего надо понять что именно тебе хочется насколько этого много и в какой стороне и что именно твою я вот просто сидела и вот на этом сайте fashion fix . com я просто тупо листала и постила свои картинки смотрела кто ко мне заходит кто мне отмечает заходила потом к ним это вот такой вот круговорот и это было очень удобно очень интересно сейчас я этим не занимаюсь то было давно потому что у меня вы знаете вдохновением как вы знаете я у меня два с половиной канала да вот этот про жизнь в израиле еще такой там природные разные видео ну там туда я захожу реже когда бываю на природе что-то снимаю и у меня есть работа могу сказать что прям такой full time job нет это работа такая по сути фрилансер да я никому не должна сидеть в офисе но все равно объем работы я должна сделать также у меня еще муж и ребенок да я это все активно веду скажем так да и меня просто постоянно вот я веду каналы свои до около двух с половиной лет меня просто постоянно прет меня нельзя остановить вот у меня берется от вед未енечасы ты готовишься я не готовлюсь я сажусь ли у меня просто поток на любую тему вот то любую тему спросить и меня прёт те могут про израиль хоть про политику хоть про что угодно у меня просто столько в голове мысли столько идей и я иногда стою и я не haste laundry что я на себя надену потому что хочется сегодня дети это и это и вот это я не знаю на чем остановиться вот я когда-то запустила в себе вот этот Я всегда была шустрая, немножечко гиперактивная, и всегда что-то куда-то бежала, что-то суетила, что-то делала. Мне надо только хорошо выспаться, и потом я буду 20 часов следующая как заведённая. И у меня никогда не было проблемы именно с отсутствием каких-то идей, мыслей и чего-то. Поэтому я такая родилась, я ниоткуда особо не вдохновляюсь, я не черпаю ниоткуда ничего. Я наоборот хочу делиться тем, что у меня есть, потому что мою голову просто иногда разрывает то количество идей и мыслей, которые у меня там рождаются, и мне хочется их куда-то применить. И я чувствую, что я скоро открою третий, пятый, десятый канал, и они тоже будут завалены. У меня стоит батарея видео каждый раз, которые надо открывать, которые я даже иногда удаляю и переснимаю, потому что они становятся неактуальными, потому что я могу сесть и за час снять сразу пять на разные темы. И я понимаю, что это слишком много, то есть у меня появился час, почему я должна его не потратить с пользой, и меня просто реально прётут. Я думала, что это прекратится когда-то, но это нифига не прекращается. Это поток, краник, который открылся давно, и вот два с половиной года это льётся на YouTube, до этого это лилось в блоге, на Facebook, в Instagram, и куда только не лилось. Но когда я вдруг наткнулась на такой классный ресурс, я поняла, что всё, начала я свою деятельность, вот знаете, с этого канала, и рассказывала здесь про жизнь в Израиле. Потом перетащили меня на другую тему, и я открыла второй канал уже конкретно про жизнь в Израиле, и думала, ну как бы два канала подтяну, наверное. Мне ещё говорили, о, мы надеемся, ты поднянешь. Вы знаете, у меня теперь что, на этом канале проблема, когда видео выкладывать, потому что, я вам скажу честно, каждый день я не выкладываю видео только по причине, что я не успеваю тогда читать комментарии. Я хочу как-то ещё участвовать в этом. Так бы я просто... шах! И на втором канале у меня реально то же самое, у меня там стоит такая очередь. И есть запланированные видео, да, и есть видео, которые я по ходу снимаю, и я пытаюсь вот в этот план сунуть то, что у меня ещё по ходу идёт, потому что оно как-то само появляется. У меня появляется 15 минут, я ставлю камеру, что-то делаю. Не могу. Хотя ещё попутно делаю ещё что-то, но мне хочется и это поделать, и это поделать, и ещё что-то сделать, ещё чем-то заняться, и мне иногда друзья пишут, давай куда-то выйдем, погуляем туда-сюда. Нет, я не хочу, я хочу заняться чем-то, у меня есть, у меня есть что-то перебрать, что-то делать. Вот, кстати, недавно Маша о нашем главном делала такое видео, ссылку вам оставлю внизу, если не завтра, на тему, да, как вот это всё успевать. И вот она тоже говорила, что у неё список, у меня списки все в голове, и я просто сажусь и думаю, о, какое сегодня настроение. И туда и качусь, поэтому меня не мотивирует ничего, меня мотивирует просто жизнь, что она есть, что она идёт, что у меня есть силы что-то делать, что вроде бы как бы всё нормально, все живы, более-менее здоровы, ничего плохого не происходит, войны нет, солнце светит, классно, всё, я мотивирована что-то надеть, куда-то побежать, что-то где-то найти, что-то сделать, что-то подумать о чём-то, на какую-то тему рассказать, иногда даже с кем-то поругаться, кого-то забанить, что-то ещё. В общем, вот так. Такая я, гиперактивная. Так что большое спасибо за такой интересный вопрос, на который я отвечала дофига больше минут. Так. Так, 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 так. Хотелось бы послушать ваше размышление на тему женской дружбы. Я вот думала, знаете, взять это, наверное, отвечу сейчас, не буду делать отдельное видео на эту тему, вот как-то так. Я не верю в женскую дружбу, я верю в женские приятельские отношения, я не верю в дружбу бабщиков, таковую, потому что друзьями могут быть, на мой взгляд, у меня есть отдельное видео про друзей, внизу будет ссылка, если я не забуду, а если я забуду, просто у меня на канале поищите про дружбу. И, на мой взгляд, друзьями могут быть только люди, которые идут в одной упряжке, которые зависят друг от друга, и даже не братья и сестры, потому что братья и сестры все расходятся по жизни потом. Это могут быть люди, которые, ну вот как муж с женой, да, которые заинтересованы в общем успехе, они дружат, это могут быть мамы, дочки, папы, сыновья, папы, дочки, любое отношение, когда люди заинтересованы в отношениях друг с другом, и плюс они еще в какой-то одной глобальной упряжке, что каждый заинтересован в успехе другого. Больше я не верю в другие какие-то дружеские отношения, для меня этого не существует, и у меня нет друзей как таковых, которым я прямо приду и всю душу выволю и расскажу, что там. Вот то, что я рассказываю вам, то же самое я рассказываю всем своим приятелям. Вот так я, кстати, и определяю уровень того, что я хочу рассказать на ютюбе. Если я могу это рассказать первому встречному на улице, значит я это рассказываю на ютюбе. Вот так я это вижу. Поэтому приятельские отношения, которым я этим приятелям рассказываю, то же самое, что вещаю на весь мир. Ну не на весь мир, да, на каждого в этом мире, кто сможет это посмотреть и захочет. То, что не является секретом. Все остальное, что личное, оно находится в рамках личного пространства очень маленького количества людей. Друзей и подруг, которым я изливаю душу, у меня нет. У меня есть либо муж, либо близкие мне люди, которые там, мама и так далее. Больше нет. Это очень узкий круг. И, кстати, еще плюс ко всему, я отношусь вот к приятелям и ко всем. Меня спрашивали, вот ты на меня обиделась, ты обиделась. Я не обидела. Я могу обидеться только на людей, про которых я знаю, что я им важна. Это на пальцах одной руки я могу перечислить этих людей. Все. Остальное вот это глобально все. Я понимаю, что этим людям нет никакого дела до моих чувств. Реально, вот до меня им особо нет дела. Почему я должна на них обижаться? Я могу обидеться на человека, про которого я знаю, что я ему важна, и он что-то странное неприятное не сделал. И я знаю, что от того, что мне неприятно, ему тоже неприятно. Допустим, мама моя. И вот такие вот отношения. И тогда мне это обидно. А когда это посторонние люди, я говорю, боже мой, какое дело какому-то моему приятелю до того, что он задел мои чувства? Почему ему должно быть до этого дело? У него как бы свои чувства, свои мысли. Мы посторонние люди, никто никому ничего не должен. Поэтому я не понимаю вот эти дружеские отношения, когда люди изливают душу всем везде. И мне это кажется странным. Как бы не то, что рассказывают то, что нам кажется слишком откровенным. Нет, а делятся тем, с людьми, да, вот допустим, с друзьями, особенно с подружками, делятся тем, что они не хотели бы, чтобы все знали. Я понимаю, когда ты вот рассказываешь, как на ютюбе ты знаешь, что будут знать все. Хотя я истям скажу, люди, которые не думают, что кто-то из их близких может, или кто-то там из их работы, из их окружения, может на это наткнуться. Вообще, я когда это слышу, от людей говорят, о, у меня на работе узнали, что я это делаю. А ты что думал, что ты снимаешь там, никто об этом не узнает? Странно. Вот, поэтому мне непонятно, когда люди начинают изливать душу, думая, что вот никто не узнает, какую-то тайну рассказывать. Я в это не верю, я не верю в какие там… Вот я именно так, да, рассматриваю дружеские отношения. Это человек, которому ты можешь рассказать то, что ты никому не рассказал бы, да, даже самому близкому, он вроде как сохранит твою тайну. Я в это не верю, это не бывает. Если у кого-то это есть, я очень завидую этому человеку, реально от всей души я бы тоже хотела такие отношения. Но я, так как я в это не верю, я стараюсь их избегать, и я вам скажу, мне не нужно. Я достаточно, самодостаточный человек, чтобы, да, проблемы свои решать внутри себя, и мне не надо никому в жилетку плакаться. И тогда чувствовать, что вот, да, теперь мне кто-то дал совет. Да нет, если мне надо совет, я открою и почитаю, что там дедушка Фройд сказал. И то будет полезней. Так, что тут у нас? Так, Ксюша, интересно твое мнение по поводу родителей. Как бы ты поступила, если бы родители были бы зависимы от тебя психологически? Словно тонкая пуповина еще не отрезана. Что делать, если родители пытаются жить только твоей жизнью, потому что интересов своих нет? Интересны твои размышления на проблемы отцов и детей. Спасибо за видео. Спасибо вам большое. Ну, давайте я вам скажу так. На тему родителей, которые живут твоей жизнью, надо поднимать ноги и руки и бежать как можно дальше. Потому что, когда родители живут твоей жизнью, это... И у тебя нет тоже жизни, у тебя никогда не будет. Потому что родители не должны присутствовать в жизни взрослого человека в плане, чтобы ей жить. Они должны присутствовать как родители, которые тебя выросли, но не как родители, которые присутствуют в твоей жизни и имеют там право голоса. Право голоса в качестве человека, который, да, там, как бабушка, дедушка на воспитание твоего ребенка. Я рассматриваю здесь вообще очень четко, что право голоса в воспитании ребенка имеют только два человека в этом мире. Это я и мой муж. Все. То же самое касательно всей остальной жизни. Право голоса касательно любой семейной ситуации имеем только мы двое. Если мне надо совет от моей мамы, от свекр, от кого-то еще, я пообщаюсь с этим человеком, я спрошу совета. Но я буду решать, подходит мне этот совет или нет. Никто никогда не залезет в мою жизнь. Особенно, знаете, некоторые еще пускают каких-то там сестер, тетей, каких-то там непонятных, какие-то, назовем, побочные люди. И начинают вот с ними бурно обсуждать свою семейную жизнь. Нет. Как только вы это начинаете делать, на этом ваша, знаете, личная жизнь, она потому и называется личной, что она должна быть личная. Не с мамами, папами, сестрами, еще кем-то, а вот личная. Поэтому бежать надо, я знаю, что тяжело, это проблематично, но или понять, что ты, извиняюсь, прострешь свою жизнь вместе вот с семейными этими кузами и никогда не станешь взрослым человеком. Либо надо просто взять вот себя в руки и бежать, это тяжело, это проблематично. Но реально выбор стоит между мне достичь в жизни ничего, не построить свою семью и сделать этот рывок и оторваться. И я думаю, что родители обязаны, если это родители, которым важен ваш успех, а не свой эгоизм, они обрадуются вашему успеху, когда вы его достигнете. Если же это родители, которых интересует только удовлетворение своих эгоистических чувств, и они вас родили и воспитали только для того, чтобы вы им стакан воды и всю жизнь на вас пахали, я вот считаю, что детей рожают для того, чтобы они жили, а не для того, чтобы они нам стакан воды подавали. Но это есть пристуга, и я вам скажу честно. Люди сейчас не так быстро начинают плохо себя чувствовать, что прям надо вот, начиная с 20 лет, носить родителям стакан воды. Есть ещё очень большой отрезок жизни между стаканом воды и вашим детским возрастом, когда родители в вас не нуждаются, могут жить сами. Поэтому если вас вампирят собственные родители, то надо от них бежать и понимать, что, возможно, целью у них рождения вас были другие цели, чем дать вам жизнь и дать вам спокойно жить. И дальше вы должны выбрать, либо себя подчинить их цели, которая была изначально, родить вас для того, чтобы вы были помощником, прислугой и удовлетворяли какие-то их амбиции, или сказать, нет, дорогие родители, спасибо вам большое за то, что вы мне сделали, я вам там одно, второе, третье помогу, но жизнь моя, я выбираю жизнь. Она моя, я живу её один раз, и я тоже заслужила, если вы меня родили, вы должны понять, что я отдельный человек. Вы не родили себе какое-то продолжение или что-то, вы родили человека, который имеет право на свою собственную жизнь, который должен её прожить сам, и не в удовольствие родителя, а в своё собственное удовольствие. То, что, может быть, родители когда-то, знаете, терпели такую же ситуацию от своих родителей, у них идёт автоматически или не автоматически, или они сами понимают это, или они это не понимают, подсознательно у них это идёт. Если подсознательно, классно, они вас могут услышать и понять, и развернуться, если они это делают, как бы, да, но мы когда-то корячились, ну теперь ты покорячишься, бежать надо, вот реально бежать, иначе вы потеряете свою жизнь, жизнь, она даётся нам один раз, со всем уважением к родителям и со всей любовью к ним, но если они готовы уничтожить вашу жизнь, то почему же они к вам не относятся с уважением и с любовью? Я всегда задаюсь вот этим вопросом, если человек не относится ко мне с любовью и с уважением, почему я должна мучиться и задаваться этим вопросом, а как же вот я с ними так? Если меня родили для того, чтобы я была прислугой, ну так, так я нет. Это только ваш выбор оставаться там, где вы есть, либо бежать куда-то дальше и жить своей жизнью. Вот и всё. На тему, тут был вопрос дальше, на тему отцов и детей, я даже не знаю, что можно ещё здесь порассуждать. Если, как бы, у кого-то есть какие-то вопросы, нет, не внизу, присылайте мне на почту ksenia.tl.com, присылайте туда, потому что я здесь просто их уже не выловлю, как бы, под этим видео никогда. Так, как вы относитесь к путешествиям с маленьким ребёнком? Замечательно отношусь, собираюсь сама ездить в путешествие в ближайшее время. И да, если есть возможность, почему нет? Я не путешествовала в первый год рождения ребёнка, потому что просто я работала, мне было не как-то, не то что не до этого, не укладывалось это в график, но вот я собираюсь в ближайшее время путешествовать туда-сюда, и у нас начинают выезжать с полугода с ребёнком, даже если не раньше. Ну, с полугода точно никаких проблем с этим нет, и всё нормально. Я не считаю, что это плохо, что это ужасно. Вопрос, куда ты едешь, да, конечно, зимой в Сибирь ехать – это глупо, но если ты едешь в нормальные погодные условия, не в страну третьего мира, а в нормальную страну, где тебе дадут нормальные медицинские услуги в случае чего, у тебя есть нормальная, адекватная страховка, вот как у меня есть, да, обычная израильская страховка, которую я делаю, которая мне покрывает достаточное количество проблем, если мне надо будет там, плюс возвращение меня на медицинском самолёте в случае, если мне надо операцию, чтобы меня оперировали в Израиле, я не вижу никакой проблемы абсолютно путешествовать. Так, вот здесь интересный был вопрос. Так, как вы относитесь к гороскопам? Хотя ответ предвижу, но вопрос немного частный. Недавно в очередной раз натолкнулась на гороскопическое представление. Угу, у вас тоже свойственно одеваться каждому знаку зодиака, и в очередной раз у меня так, рак, вы рак, носим, угу, вы фарклёр, там, да, в общем, она рак, я рак, большое спасибо вам, кстати, интересный очень вопрос, и у нас нашлись общие такие тенденции в гардеробе, и кроме тенденций наших общих, да, оказалось, что ещё и по гороскопу это нам предначертано. Вы знаете, я вам скажу такую вещь, я предполагаю, что у нас с вами год рождения разный, даже, может быть, разное поколение, разное, много чего другого. Если взять меня 15 лет назад, я та же самая, я рождённая в тот же самый день, под тем же самым знаком, у меня был совсем другой стиль одежды, абсолютно другой. И я думаю, что, по сути, то гороскопическое, как это назвать, анализ, да, касательно стиля одежды, он и 15 лет назад должен был быть таким же, или это как-то меняется, что ли, кажется, сколько-то лет. Но я тогда была совсем другой. Какой я буду через 10 лет, и буду ли я ещё носить фольклор, я не думаю, что это будет так, а может быть, это будет и так, всё зависит от моего настроения, могу вообще никогда не надевать это, могу одеть. И поэтому... Или это должно в гороскопе каждый какой-то период времени меняться, да, или как, вот я не могу понять, как это. Потому что, как я сказала, если взять там 10-15 лет назад, я носила вообще другое, по сути, гороскоп говорил, что я должна носить фольклор, я вот тогда не носила вообще, и носила очень много, что я ношу сейчас, и посмотрю, что будет дальше. Поэтому мне кажется, что это просто совпадение, не более того. Но тем более это определённые направления в моде, которые можно проследить, и как-то забабахать на всех, кто увлекается модой, тот откроет для себя и скажет, да, на другой знак написать гранж, тот скажет, о, классно, я это ношу тоже. Поэтому я это всё вижу не больше, чем совпадение. И, ну, так, да, я люблю гороскопы, я люблю, да, там, кто когда родился, кто под каким знаком вот это поизучает. Но я к этому не отношусь серьёзно, люблю, там, купить-то этот медальончик, знаете, кулончик, повесить, классно, обсудить, кто какой знак, но я в это не верю. Но вот эта вся такая мифология вокруг этого, мне кажется, классная, прикольная, интересная, вот так, посмотреть какие-то параллели, которые проходят, да, это прикольно. Так, ещё, наверное, на один вопрос отвечу, а то будет какая-то длинная сага, ну, ладно. Так, вы правы про одежду. Если следовать совету покупать новую вещь, прикидываясь, с чем её можно будет скомбинировать из уже существующих, так в жизни своей стиль не поменяешь, иногда неожиданные находки меняют жизнь очень круто. Вы знаете, да, есть такая теория, что надо покупать одежду, когда ты что-то покупаешь в магазине, ты должен думать, с чем ты это будешь носить. Если ты банковский служащий, если ты какой-то у тебя составляешь по дресс-коду, да, если ты человек, который интересующийся модой, надо покупать те вещи, которые тебе нравятся. И когда у тебя есть какой-то один объект, и он уже у тебя есть, ты вокруг него составляешь что-то другое, можешь к нему уже покупать. Да, опять же, покупать что-то, к чему вопрос, что ты идёшь покупать. Либо ты выискиваешь интересную вещь, либо ты идёшь в магазин и выискиваешь к этой интересной вещи что-то подходящее. Вот я это вижу так. Если я ещё, допустим, у меня есть какой-то… Вот сейчас я купила кожаные железы, ну, хотя я уже ничего, ни к чему не выискиваю, потому что у меня вот так всего, и можно составить всё, что угодно. Ну, допустим, есть какой-то арт-объект, который мне надо чем-то дополнить, мне что-то не хватает, тогда я ещё к нему, но это мы говорим про базовые вещи, да. А если я ещё интересную вещь, чем бы разбавить свой гардероб, и я достаю вот этот тоже жилет, достаю вот этот, знаете, с бахромой коричневый, я купила замшевый, я вот его достаю и думаю, нет, мне его одеть не с чем. Да ёлки-палки, я его куплю, я к нему потом что-то куплю, джинсы, что-то, что на распродаже, что-то дешёвое, к нему уже буду покупать. Поэтому делится всё на две, да, стороны. Либо вы ищите арт-объект, как интересную вещь, интересную сумку, интересный жилет, интересный пиджак, интересное что-то. Либо вы под него подбираете уже базу. Вот я это вижу так, а просто доставать какую-то классную вещь, и думать, вот нет, этот замшевый жилет, он мне не подходит, мне не с чем его одеть. Но как бы эти вещи, с которыми ты его оденешь, никогда не появятся в твоём гардеробе сами, если ты не купишь этот жилет, и потом под него не купишь вещи. Надо с чего-то начинать. Что пищит? Это идиотизм. Я не знаю, что там пищит. Это знак, что пора заканчивать видео. Так что всем большое спасибо за просмотр и увидимся в следующих видео. Ответы на вопросы я обязательно продолжу, потому что есть ещё под этим фото. Сейчас вам его покажу в инстаграме. Он перестал пищать. Есть ещё вопросы, на которые я с большим удовольствием. Фото такое смешное вообще. Я в кафе фотографировалась, даже не помню, что изображала. Я фотографировала украшение, получилось такое, да? По-моему, мне здесь похоже то ли на Майкла Джексон, то ли чёрт знает на кого вообще. И здесь у меня ещё есть вопросики, на которые я обязательно отвечу в следующем уже видео. Так что всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока.